Передо мной стоял выбор, что же делать дальше. Играть, гладиться и кушать. Само грамматика – это моя любовь. Базовое домашнее задание – снять рекламу. Я закрывала свои комнаты, просто заставляя людей думать. Мотивация для наших студентов. Да, самолюбие, конечно, тешит, само собой, с капленными листиками, по любой всей моей жизни. Если запланировано, значит, точно будет реализовано. Жилье в тесняшке активировано. В Анастасии Игоревне меня, честно говоря, уже много лет подряд просто будоражит, я бы это так назвала, ее структурированность, четкость и ясность требований. Потому что это то, чему мы с коллегами явно должны поучиться и должны продолжать завидовать. Я знаю Анастасию Игоревну не только как свою коллегу, но и ранее, как одногруппницу, когда мы вместе проходили обучение на магическом программе гигиенического образования. И за это время, за долгие совершенно два года, я могу сказать, что мы стали с ней друзьями. И среди ее многочисленных положительных качеств, таких как умение подходить ко всему скрупулезно, отдаваться в детали и все понимать, я лично хотел бы отметить ее эмпатичность, ее умение сострадать, ее умение чувствовать других людей. И находить правильные слова, уметь поддержать. Наверное, рядом с этим человеком действительно легче дышать. Анастасия Игоревна – это гуру-мастер академической деятельности. Вместе с ней на бакалавриате мы успешно написали диплом и пару статей. И даже сейчас, несмотря на то, что мы уже стали коллегами, без нее не обходится ни одна моя статья. Анастасия Игоревна – это настоящий профессионал своего дела. Лично мне очень нравится ее организованность в работе. До сих пор помню, что первая пара в университете у нас была с ней. Тогда я поразилась ее собранности и преданности своему делу. Мне кажется, это очень круто, когда преподаватель может передавать свой опыт студентам, не теряя при этом энтузиазма и бодрости. Наверное, больше всего от Анастасии Игоревны мне запомнился ее совет – это наслаждаться парами первого и второго курса, потому что это будут самые активные и креативные, интересные предметы, потому что преподаватели могут экспериментировать на них. И в третьем и четвертом курсу уже будут такие более серьезные классы, и поэтому постоянно я весь первый трех курс прокручивала себя в голове, что вот нужно наслаждаться, нужно ловить этот момент. И сейчас к четвертому курсу я сто процентов это прочувствовала на себе. Анастасия Игоревна – очень разносторонний человек, поэтому в сфере преподавания она очень интересно преподносит материал. Например, мы анализировали правильную постановку прилагательных предложений и делали это на примере фотографий сноубордиста. Какое же было наше удивление, когда мы знали, что это и есть Анастасия Игоревна? Анастасия Игоревна – очень отзывчивый преподаватель и всегда готова прийти на помощь с любым вопросом. То, что мне очень сильно запомнилось в обучении с ней, это то, что даже если ты напишешь ей в мессенджере, она тебе практически сразу ответит и ответит очень полно, ясно, неемко. Единственная фраза Анастасии Игоревны, которую я запомнила – это «joking, of course». Когда мы приходили к ней, уставши на пятую пару по грамматике, она всегда шутила, что «will torture us». Но на самом деле учебный процесс проходил невероятно интерактивно и увлекательно. Она называла нас котиками, и поэтому для нас она навсегда останется самой лучшей мамой-кошкой. Анастасия Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Сеедина весны, тепло, яркое солнце. У многих этот период времени ассоциируется с моментом, когда душа в буквальном смысле расцветает. Как у вас настроение? Влияет ли на него погода за окном? Однозначно влияет. Я в предвкушении своего дня рождения. Вы знаете, весна, такое чувство, полный подъем, большое количество энергии, солнышко. И это не может никак негативно влиять на настроение любого человека. Поэтому, да, у меня замечательное настроение, и желаю вам всем того же. Замечательно. В МО, честно вам признаюсь, целая группа фанатов Анастасии Игоревнышкитиной, которые очень хотели бы узнать вас как личность, поближе узнать. Если честно, со стороны вы создаете впечатление такого строгого, образцового, академического преподавателя. Какая вы на самом деле, как вы сами себя характеризуете? Ну, на самом деле, в роли преподавателя я стараюсь себя сдерживать очень сильно, быть профессиональной, выглядеть профессиональной. В реальной жизни я достаточно веселая, очень много шучу. Люблю заниматься музыкой, мне это очень сильно расслабляется. Вот как-то так. Я, как студент, к сожалению, ничего о вас не знаю, но перед тем, как я готовилась к нашей беседе, пообщалась с теми, кто непосредственно у вас учится и кто учился с вами. Подготовлено несколько высказаний. Ваша задача сейчас будет угадать, какие из них действительно придумали студенты, а какие не имеют отношения к действительности. Готовы? Да. Давайте так, по цветам выбирать. Елененький. Елененький. Особая организованность на занятиях? Студент. Студент. Однозначно, да. У меня все всегда спланировано, я все всегда выполняю в срок, стараюсь не нарушать свои собственные дедлайны, чтобы подавать студентам пример. Чего от них не ожидаю реальной жизни. Следующее? Пусть будет вот это. От Анастасии Игоревны веет профессионализму? Наверное, коллеги полагают, что это точно коллеги, да. Розовенько. Розовенько. Анастасия Игоревна, человек, правила. Студенты. Студенты. Почему они так думают? Потому что преподаю грамматику, и там одни правила. Полагаю. Ходят слухи, что вы при высчитывании баллов даже учитываете сотые. Это правда? Да, действительно. Когда это влияет на финальный балл, я стараюсь быть максимально честной и всегда рассчитывать баллы в пользу студенту. Желтенько. Желтенько. Анастасия Игоревна, интересные музыкальные предпочтения. Это правда. Потому что я стараюсь слушать разнообразную музыку. И ценю ее не только за саму музыку, но и в частности за слова. Иногда достичь такого баланса бывает очень сложно. Поэтому у меня действительно разнообразный музыкальный вкус. Можно назвать меня меломаном. Я слушаю все, начиная от хоат-рока и заканчивая классикой. Ну, собственно, да, правдиво. Это очень правдиво. Так, хорошо. И последняя у нас карточка. Сложные темы простым языком. Студенты. Однозначно так и есть. Я стараюсь в реальной жизни доносить информацию максимально просто. Упрощаю до того уровня, который студенты готовы воспринять. Так, ну, оказалось, у нас все правда, и, собственно. Отлично. Так, немного, конечно, проспойлерили про то, что будем разговаривать сегодня. Но обо всем по порядку. Давайте начинаем. Да, конечно. Анастасия Игоревна, расскажите, как вы вообще пришли в профессию? Долгим ли и сложным ли был ваш путь? С чего вообще все началось? Ну да, если так оценить весь пройденный путь, можно сказать, что он был очень долгий и, так сказать, тернистый. На самом деле все началось примерно в девятом классе, когда передо мной стоял выбор. Либо продолжать учиться дальше в школе и заниматься лишь подготовкой к конкретным предметам, которые сдавали все школьники. Традиционные предметы, математика, история, казахский язык в том числе. Я выбрала другой путь, решив, что лучше это время потратить на профподготовку в целом и, наверное, улучшить знание английского языка. Поступила в колледж без экзаменов, то есть достаточно было принести портфолио, оно у меня было значительно внушительное. Там было порядка 50 грамот по, в общем, разным конкурсам, мероприятиям, переводческие конкурсы, в том числе даже за то, что работала уже, будучи в девятом классе, экскурсоводом на одной площадке, на английском языке, читала лекции для иностранцев. На английском? Да, на английском. Это был очень интересный опыт, когда нужно было выучить много полезной информации исторической, ну и в том числе как раз-таки использовать английский язык на практике. Четыре года, путь достаточно долгий. Изначальная профессия, на которую я поступила, это был переводчик-референт, и только на старших курсах нам сказали, что у нас есть дополнительная специализация, преподаватель. Я не растерялась, решила, что мне нужно все, и сразу. Почему бы нет? Почему бы нет, действительно. У нас была замечательная практика, были замечательные преподаватели, я до сих пор вспоминаю их с теплом, с очень положительными чувствами, эмоциями, связанными именно с практическими занятиями и практическими советами, которые они давали нам. Педагогическая практика была какая-то в то время, может быть, в центре, в школе пробовали работать? Да, на тот период времени у меня было много частных учеников, что популярно было даже в тот период времени. И нам давали возможность работать в школе, проходить практику на разных площадках. Мы также ездили еще в детские, летние и здравительные лагеря, там мне удалось поработать с детками с ОВЗ. Это тоже достаточно интересный опыт в жизни, обязательно нужно попробовать, чтобы понять и оценить свои возможности, умения и скорее обратить внимание на зоны ближайшего развития, что можно еще сделать, чтобы улучшить свою педагогическую практику. Ну а после колледжа передо мной стоял выбор, что же делать дальше. Я выбрала один из университетов в Новосибирске, у него были очень хорошие отзывы, ну и плюс к тому у меня там учились знакомые, которые также оставляли лишь положительные отзывы. О преподавателях, в том числе по грамматике, по академическому английскому и другим дисциплинам. Как оказалось, это в жизни может пригодиться. Наличие знакомых, это одна из главных причин была? Почему именно в Новосибирск? Серьезное расстояние? Да, расстояние действительно большое. Как вот вы решились переехать? На тот период времени я уже была достаточно взрослой, самостоятельной. Для меня это не было каким-то большим препятствием. Наверное, по финансовому фактору, потому что я понимала, что очень тяжело переехать из другой страны и поступить на бюджет. При этом никогда не изучая общество знания и историю России до этого. Но, тем не менее, у меня были очень-очень высокие баллы при поступлении. И там, к сожалению, не хватило буквально немножко, чтобы поступить на бюджет. Ну, меня это никаким образом не расстроило. Я делала все, что было в моих силах. Мотивация для наших студентов, соответственно. И меня после первого курса перевели на бюджетную основу обучения. Я проучилась 5 лет. Профессия преподаватель английского и немецкого языка. Немецкий тайм на бакалавриате, который вы начали изучать? Да, действительно. У нас никогда не было второго языка, кроме корейского, в колледже. Соответственно, в немецкий язык я только в УЗИ начала изучать. У нас было буквально 3 года активной практики этого языка. Максимальное погружение. У нас даже были возможности общения с носителями языка. Как-то в Новосибирск приезжала достаточно известная группа Einholms-Echts. Они выступали с концертом. И эта группа разрабатывала свои методические материалы для подготовки студентов к немецкому языку. То есть к каким-то экзаменам, базовым уровням и так далее. Они проводили лекцию в НГУ, в университете. Мы ездили, слышали это интересное выступление. И нам в конце подарили специальные учебники, которые они авторски, собственно, разработали. Вообще классно. И на память, и пособия, которые можно использовать. Да, действительно. Но очень интересное. На тот период времени оно было достаточно прогрессивным. То есть можно было даже что-то перенять в преподавании английского языка с точки зрения методики. Чем еще были наполнены ваши будни в годы бакуавриата? У меня были товарищи, которые разделяли мои интересы. И, соответственно, большую часть времени мы занимались музыкой, выступали на разных квартирниках, в рамках университетских мероприятий. Также участвовали в постановке разных сценок. Ну и в основном училась, потому что учеба занимала большее количество времени. Я успевала работать все свободное время, абсолютно, которое у меня было. Работала в частной языковой школе на протяжении, наверное, четырех лет. Со второго курса и вот до самого-самого конца. Расставаться с директором этой школы было очень сложно, потому что она просто замечательная человек. И я ей тоже благодарна за тот опыт, который я получила в рамках работы в этой языковой школе. Дальше случилась магистратура ВМО и МПГУ. Когда вы поступали в наш институт, он только начинал развиваться. Откуда вы вообще узнали про эту англоязычную программу? И как, опять же-таки, решились переезжать из Новосибирска теперь в Москву и начинать строить свою жизнь здесь, в столице? Это очень интересный вопрос. На самом деле, скорее нужно начать с того, что я человек уже взрослый был, мне хотелось бы чего-то нового в жизни, так сказать, построить свой уголок. Ну и я решилась на то, что пора бы уже покупать свое собственное жилье. И, следовательно, здесь выстраивать свою дальнейшую педагогическую деятельность и образовательную деятельность, потому что останавливаться на стигментах было бы, наверное, глупо. Замечательные ребята, которые сидели в приемной компании, рассказали мне о всех возможностях, которые предоставляет наш университет, наш институт в частности. Мне очень понравилось. Я помню тот момент, когда я пришла в комиссию и, соответственно, говорила с Малининым. Так, привет ему передадим. Обязательно, да. Он, наверное, помнит мои странные вопросы про аккредитацию. Это, кстати, любимый вопрос обитариантов. Я вот работаю тоже в приемной комиссии. Они спрашивают, ну, каждый второй обитариан. Это важно, да. Это важно для внутреннего спокойствия. Поэтому, да простите меня, Николай Вячеславович. Проучившись здесь в магистратуре со своими коллегами, мы приступили к работе. Примерно со второго курса начала работать. Пригласили и дали дисциплины академический, английский и грамматику. Ну, вот я вот таким вот образом здесь и оказалась. Сейчас вы являетесь старшим преподавателем в институте. Что вот, да, как раз вы упомянули предметы, которые вы ведете, что можете вообще о них сказать? Ну, грамматика – это моя любовь. Я просто обожаю язык. Мне нравится его анализировать, понимать, как связаны элементы предложений в целом, как они выстраиваются в рамках дискурса, какие намерения мы можем выразить с помощью определенной лексики, грамматики и так далее. Я стараюсь передать эту информацию студентам, надеюсь, им нравится. С точки зрения преподавания академического английского предмет сложный. Студенты бедные страдают, но я думаю, что они осознают тот вклад, который я стараюсь положить в них и дать им все знания, которые им нужны, будут именно на втором курсе. То есть они осознают надобность этой дисциплины только постфактум. Бывают, заходят студенты, улыбаются, такие счастливые. Анастасия Игоревна, спасибо, что нас мучили. В прямом смысле так именно и говорят. Действительно, я даю много заданий, проверяю каждое задание, даю каждому студенту фидбэк. И зачастую, когда они приходят на пары, слышу это от многих студентов, но на самом деле еще до сих пор не осознала, что является причиной и мотивацией той фразы, которую они озвучат. А озвучивают они следующее. Анастасия Игоревна, мы не понимаем, как можно прийти на пару неподготовленным. Это не потому, что страшно, а именно потому, что боишься подвести человека, который уделяет большое количество времени именно нашей подготовке. Это достаточно приятные слова. Да, самолюбие, конечно, тешит, само собой. Но, с другой стороны, я не понимаю, если честно, что я такого делаю, что именно такие слова студенты произносят. Мне кажется, это как раз таки про то, когда педагогам рождаются. То есть существует этот спор, а педагогам становится или рождаются. Вот здесь как раз, когда удается создать такую атмосферу, что студенты сами с такой мотивацией, с таким отношением, пониманием, осознанием вообще процесса обучения. Это как раз по педагогическому мастерству. Ну, у нас в семье много педагогов, так что, возможно, да. Все, это уже в крови, точно. Это да. Папа преподает детям спелеологию, туризм, горный туризм. Соответственно, тетя тоже работала раньше преподаватель английского языка и литературы. Ну, и много других примеров. У вас богатый педагогический опыт за плечами. Сейчас студенты в буквальном смысле недоумевают. Как же вам удается все успевать и не терять энтузиазма? У меня заготовлена небольшая цитата от ваших студентов. Мне иногда кажется, что она робот в этом плане. Мне тоже иногда так кажется. Итак, раскройте секрет. Где черпаете вдохновение и как все совмещаете? Однозначно музыка, прогулки на свежем воздухе. Надо не забывать об этом. Важно помнить о том, что нужно время уделять себе. Я люблю читать, но не классическую литературу, признаюсь, что в основном читаю зарубежные источники, научные, для того, чтобы развивать свои навыки и умения. Идеи для своих заданий черпаете из музыки? Да, кстати, вообще на самом деле я очень много идей беру из того, что я вижу вокруг. Я стараюсь замечать мелочи и анализирую, как же это можно применить, к тому, чем я сейчас занимаюсь, что я даю, что я преподаю и так далее. Анастасия Игоревна, есть ли у вас любимые интерактивные творческие задания из тех, которые вы вообще предлагаете своим студентам? Да, однозначно. Если говорить про грамматику, это записывание видео, в которых студенты, соответственно, готовят какое-то блюдо. Видео мы любим. Да, и они используют все правила, которые мы по факту изучали, применяли практически, и вот они демонстрируют, как они хорошо усвоили это правило или тему. Мне нравится давать студентам ролики по типу вредных советов Георгия Остра. Они записывают видео, в котором говорят, как не провалиться в том плане, что учеба-то бывает сложная, однозначно сложная. И вот они дают вредные советы студентам. Ну, понятное дело, что там все преувеличивается для того, чтобы всерьез не воспринималось. Еще проект студентов, где они принимают участие в ролевой игре, в детективной игре, которую я для них специально создала, именно для того, чтобы они практиковали модальные глаголы. Она большая очень, требует актерского мастерства, но при этом она персонализирована, и каждому студенту удается проявить себя в этой игре с моей стороны. Студенты делали проекты просто великолепно, и ты думаешь, господи, сколько они времени на это потратили. И я представляю, сколько души они вложили в эти проекты, чтобы выполнить обычное базовое домашнее задание по грамматике. Базовое домашнее задание – снять рекламу. Ну да, ну да. Ну, я стараюсь выделяться в том плане, что традиционный дриллинг и другие учебники, которые направлены именно на практику контрольную, практику заданий, как-то разбавлять и, соответственно, дополнять креативными заданиями, а не в этом лице. Зачем же я здесь в УЗИ, если я не могу нормально, допустим, предложить студентам, в общем, оформить их практические занятия и предложить им что-то новое. А будет ли ходить студент на занятия, если будет все проходить в традиционной форме? Конечно. Вопрос, да. Ну да, на самом деле, я бы сказала, что вас это выделяет среди многих других преподавателей. Есть такое мнение, существует, что педагог обычно выкладывается на полный первый-второй год своей работы. Дальше уже какие-то наработки есть, материалы, как бы по накатанной все идет. Вы не теряете от этого энтузиазма, остаетесь в тонусе, если это так можно назвать. Вот откуда вот это все берется? Хорошее сравнение. На самом деле, оставаться в тонусе. Педагогический тонус. Я не могу себе позволить использовать один и тот же материал и постоянно применять его, потому что, к сожалению, существуют случаи, когда студенты общаются с другими курсами и используют те же самые задания и получают за них баллы. Я считаю, что это несправедливо, поэтому я всегда варьирую задания, добавляю какую-нибудь внизу звездочку, чтобы задания каким-то образом отличались, и я просто заставляю людей думать. Да, это моя обязанность. Это ли не педагогическое мастерство? Возможно. Музыка занимает не последнее место в вашей жизни. Вы уже не раз за нашу беседу упомянули. Расскажите про это ваше увлечение. Это увлечение началось давно. Музыкой я начала увлекаться еще примерно в школьные годы, лет в 15. Я впервые увидела, как играет на гитаре друг, и я поняла, что вау, я тоже так хочу. Именно вот так же научиться, как он играет. Да, это очень расслабляет. Гитара был обязательный атрибут любого похода, и, соответственно, чтобы сблизить других людей, нужно было учить много разных писем, те, которые объединяют, которые по духу всем подходили. И, соответственно, да, вот как-то так я научилась играть на гитаре. Ну, отдельную музыкальную школу я никогда не посещала. Это просто индивидуальное изучение с помощью YouTube роликов. Ничего сложного. В детстве училась играть на баяне. У нас дядушка играет. Здесь, естественно, был инструмент. Ну, я немного умею играть на баяне, да, но непрофессионально просто как любитель. Я видела у вас фотографию с профессиональной техникой. Синтезируете музыку или что-то. Когда речь идет про профессиональную какую-то технику, это не просто так. Вот, расскажите про это. Чем конкретно занимаетесь? Для чего она вам? Ну, на самом деле, просто люблю технику. Ну, и в домашних условиях стараюсь записывать какие-то отрезки музыкальные, соединять их потом вместе и получать стрек. В ближайшей перспективе я бы хотела заняться созданием песен по грамматике английского языка. Ого! Да, я уже начала это делать. Какой-то кусочек материала уже записан и разработан. Но, к сожалению, это требует времени, поэтому, скорее всего, я продолжу делать это летом. И эти песни, они направлены на изучение английского синдекса. То есть это очень интересно, такого еще нет. То есть готовить такое авторское пособие для работы? Да, совет. Ну, для своих студентов. Класс, класс. Так, ну и сейчас у нас будет эксклюзив. Сможете что-то продемонстрировать? Ну, я полагаю, да. У нас же нет никаких ограничений. Нет, ограничений нет. Ну, хорошо, тогда что-нибудь из любимого. От края до края небо в огне сгорает. И в нем исчезают все надежды и мечты. Ну, ты засыпаешь, и ангел в тебе слетает. Смахнет твои слезы, и рассмеешься ты. Засыпаешь на руках у меня. Засыпаешь, засыпаешь под пене дождя. Там, далеко, там, где небо кончается травой, Ты найдешь потерянных. Как это было красиво, это очень красиво. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это очень красиво было, очень красиво. Прямо попробовать хочется. Спасибо большое. Вот что значит талантливый человек, талантлив во всем. Спасибо большое. Очень красиво. Какой у вас голос приятный. Вы же тоже, получается, в музыкальной школе не учились, но вокалу тоже не обучались. Нет, на самом деле это все можно в домашних условиях развить. Достаточно на личных практиках. Получилось потрясающе. Раньше это было не очень. В домашних условиях. Раньше это было однозначно не очень. Я закрывала свои комнаты, как это делает большинство подростков, и записывала все это на микрофон, то есть на телефон. Постоянно прослушивала, где же это можно улучшить. Слава богу, фонематические и фонематические случаи есть. Ну вот получилось как-то так. Я думаю, что мы раскрыли еще одну вашу сторону, душа компании, потому что с таким навыком и с таким голосом нельзя по-другому. Так, ну я думаю, нужно еще продемонстрировать гитару. Там у вас я видела наклеечки. Ну да, там буквально. Что-то символизируют? Музыкальную группу. Я раньше очень часто слушала группу DER. Так, сзади еще. Да, немножко, совсем чуть-чуть. Вот на Beatles, Keys, Right Your Head, Heaven Maiden. Ну, как вы видите, они отражают базу, то, что должен слушать любой человек, если мы говорим про качественную музыку. Спасибо вам большое, что показали, сыграли. Также у вас в социальных сетях были замечены некоторые кадры, где рядом с гитарой, когда вы играете, есть котик. Куда? Сына. Ну, как дела? Сына. Так ты лучше меня знаешь. Чем вы кажешь с ними? А, так. Так. Это ваше домашнее животное. Как его зовут? Рассказывайте, откуда он у вас появился, как вы с ним встретились. На самом деле, Томми и Януши на улице, возле дома. Мне было вообще интересно посмотреть на тех людей, которые выкинули его на улицу. Я не смогла его просто оставить. И изначально я очень боялась, что достаточно взрослый кот, он был уже полтора года. Вы сами понимаете, когда берешь животное, нужно его воспитывать правильно, приучать к каким-то привычкам. Здесь же мне ничего абсолютно делать не нужно. Какого-то максимально воспитываемого у меня он. Я назвала его Томми. Ну, там, Джерри. Ассоциация. Оцелка, возможно, появится Джерри в дальнейшем. Я не знаю. Это не точно. И он максимально вежливый. Никогда лишний раз не залезет на стол. Допустим, так, как обычно бывают такие ситуации. Вообще не милкает. Он безучный. Он милкает только в том случае, когда сильно-сильно хочет кушать. У меня тоже. Вообще, у него в какой-то момент пропал голос. Или я не знаю, что с ним произошло. Может, ему просто это неинтересно. Это просто, понимаете, вы очень хорошо понимаете все его базово-дивижные потребности, что ему даже не нужно говорить мяу. Вы знаете, кстати, записывайте. Вы мне когда-либо написала, котик-пелесть, вы написали лапушка. Я так своего кота называю. Именно вот этим словом. Я ни от кого больше не слышала. Ну, мэтч, еще один. Я не слышала ни от кого вот это. И я когда увидела, что вы так написали, я думаю, надо же. Ну, он у меня живет достаточно долго. Ему сейчас уже 6,5 лет. Стараюсь за ним ухаживать, уделять ему внимание, играть. Удивительно, но факт, я уже учила его трем командам. Ого. Спросите, каким. Например? Играть, гладиться и кушать. Ну, в принципе, самое главное. И он прям очень понимает их и даже знает, где лежат его игрушки. Он бежит сразу, например, месяц к месту, когда говоришь, что он не играет. Казалось бы, животное, но даже его можно обучить. Правда ли, что это важная персона при проверке домашних заданий студентов? Обязательно. Если он не попробует какую-то бумажку на вкус, это все. Вообще. Не талисмарит. Тебе не оставляет? Нет, тебе не оставляет, но на самом деле он часто любит полежать на белых бумажках. Белое – это просто святое. Все, что белое, это его привлекает. Он ложится прям сверху. Любой белый предмет. В частности, на работу студентов. Но я иногда шучу. Студентам отправляю видео, говорят, смотрите, на больной ложится. Я уделяю большое количество времени коту в том плане, что за ним нужно ухаживать, нужно уделять внимание. Это не просто атрибут, что он есть и все. Нет. Если я взяла за себя ответственность заботиться о ком-то, соответственно, я ее выполнила. А еще он, на самом деле, я заметила, что он любит слышать человеческую речь. Когда кто-то разговаривает, особенно, когда я веду занятия в Zoom, ему нужно обязательно показаться, сесть именно на том месте, чтобы было видно всем. Какой он миленький, красивенький. Любимая вещь – прыгать, соответственно, с балкона на стол, и этот полет просто виден всем. Интересный момент. Все его любят студенты обсуждать. сердечки ставить. В Zoom, когда занятия раньше проходили дистанционки, это просто must have. Каждый урок без сердечек не проходился. Отдельно сердечки помнить. Как это у нас есть? Фильм? Фильм с животными, вот если там что-то, не знаю, в пальце как делать, это все. Я все-таки бракала. Просто собираю, да. Мне нельзя такие фильмы показывать. Если я в жизни очень такой влежный, так сказать, человек, что если я смотрю фильмы, все это, полотенце, где мои полотенчики. Упаковку, пожалуйста. А теперь мы поговорим про спорт. Я слышала, что вы занимались какими-то экстремальными видами. Я бы точно их назвала экстремальными. Так ли это? По части, да. Я когда училась в школе, у нас была секция горного туризма, скалолазания и альпинизма. Вот меня туда вовлекли. В частности, наш преподаватель по географии, он же преподавал все эти дисциплины, он часто ходил в походы и хорошо в этом все разбирался. Я занималась, наверное, примерно месяца три. Потом меня начали приглашать на разные соревнования. И буквально за год мне дали разряд КМС, то есть кандидат мистера спорта по горному туризму. Вау. Да. Ну, это достаточно серьезно, но для того, чтобы его подтвердить, нужно было выполнять много разных разрядов на соревнованиях. Обычно люди проходят все этапы логичным, последовательно, а у меня получилось так, что я на первых соревнованиях очень хорошо выступила, мне дали высокий разряд сразу. Ездили в разные локации, чтобы заниматься на скалодроме, ходили в походы, в Алматы даже ездили, в горы принимали все. А сейчас удается как-то этим заниматься, может быть, летом? В походы, наверное, пока нет, потому что мы большую часть времени работаем и принимаем экзамены у студентов. И, соответственно, чтобы сходить в поход, нужно заранее к этому готовиться, много тренироваться. Это не все так просто, захотел в поход раз и сходил. Обычно тяжелый рюкзак за спиной, порядка 40 килограмм, если мы идем на дальнее расстояние, то должны быть палатка, спальник, вещи и так далее, кариманцы. И поэтому нужно тренироваться много. Не всегда удается это сделать, но в ближайшей перспективе я это планирую сделать. Еще вы стоите на столборке? Да. Ну, это актуальное увлечение, которым я занимаюсь на данный момент, именно зимой, в свободное время и во время отпуска. Не могу сказать, что я путешествую по всему миру, нет. Посещаю те локации, которые находятся максимально близко и получаю максимум удовольствия от этого, от того, что провожу много времени на свободном воздухе, ну и физически занимаюсь спортом. Вы тоже сами учились или с тренером занимались? Нет, все сама, опять много обучающих роликов. Достаточно посмотреть, чтобы понять, как это все функционирует. Вот если вдруг наши зрители захотят научиться стоять на свободном, да, кататься, стоять на свободном. Да, кататься. С чего им лучше начать? Ну, я думаю, что нужно обязательно изучить самые базовые упражнения по типу скатывания листиком каким-то образом по склону. Соответственно, понять, как функционирует передний и задний кант сноуборда, для того, чтобы не падать лицом склон, ну или на голову, чтобы, не дай бог, не повредить ничего. В России много достаточно известных сноубордистов, спортсменов, которые выступают на международном уровне, и у них есть как раз обучающие ролики. Советую всем посмотреть. Изначально я обучалась в Новосибирске, там прям рядом с университетом было множество склонов. В дальнейшем ездила в Шерегеш, новый раз. Это далеко от Новосибирска, примерно 13-15 часов езды на автобусе, но на того стоит. Нет никаких ограничений, можно кататься на склоне, доступен фрерайд, то есть по лесу, по снегу, по пухлячку кататься можно. Это отдельный вид эстетического удовольствия. В Москве, здесь недалеко, в Дмитриеве, есть тоже склоны. И Сочи. Самое такое запоминающееся, наверное, это Шерегеш и Сочи. Там тоже много склонов, и я постаралась все отбезить в рамках того времени, которое было. Были ли какие-то вот, может быть, ситуации, такие случаи, которые по-особенному вспоминаете? Мы ездили в соревнования, насколько помню, город Караганда, Баянаул, в частности, и мы занимались какой-то период времени бегом по пересеченной местности, то есть ориентированным. Нам нужно было проходить разные этапы, то есть когда ты лежишь по полю, это еще условно нормально, а когда ты забегаешь в лес, там много всяких непредсказуемости начинается. например, идет дождь, поверхность скользкая, ну вот я страховала как-то своего товарища, у нас специальные веревки есть, кто-то заазит, там цепляет специальные крюки, карабины, и, соответственно, мы страхуем. Вот если бы я не удержала, человек мог бы просто сорваться. Это первая история, когда получилось помочь такому человеку, то есть по факту обошлось без травм, слава богу. И вторая ситуация, в которую я была вовлечена, также это же ориентирование, то же самое место, ну так вот совпало. Мы бежали по лесу, и среди камней была змея, я просто ее не увидела, я чуть и насыпила на нее, она была ядовитая. И мой товарищ просто вовремя меня остановил, схватил, он увидел, и мне повезло, потому что кто бы мне там помог в этом лесу, он очень далеко находится, пока люди бы бежали, я не знаю, что могло бы быть со мной. Соответственно, да, нужно быть повнимательнее ко всем деталям, и это был хороший урок мне всю жизнь. И ценность какая, да, командная работа? Да, 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 очень. Мы всегда вот именно, когда выступали на соревнованиях, ценили дружбу нашу с ребятами. Мы выступали в связках, в командах, в парах, в тройках, и до сих пор продолжаем общение с ребятами. Поэтому да, я ценю этих людей и тот вклад, который они внесли в мою жизнь, и в частности в ее спасение. Как вы занимаетесь свободной от работы и академической деятельностью в времени? Ну, помимо музыки, это могут быть, наверное, квизы. Я нечасто хожу, сразу признаюсь, в основном посещаю мероприятия с друзьями, когда они свободны, соответственно, они приглашают меня и присоединяются к компании. Мне очень нравятся квизы на английском языке, это просто любовь всей моей жизни. Также посещаю музыкальные квизы. Опять-таки, хочется отметить недавнее мероприятие, которое у нас было в УЗИ, это наш собственный квиз, который готовят наши студенты. Традиционный уже. Да, и он проводится не один год, я, насколько я знаю, уже третий год примерно. Ну да, где-то. Третий, третий год, да. И я просто в восторге от подготовки студентов в целом и от того, как они могут организовать такое мероприятие на достаточно большое количество студентов. Вопросы просто гениальны, они максимально похожи на те, которые реализуются в обычном традиционном квизе в локациях в Москве. И в особенности мне нравятся вопросы, которые связаны с креативными мышлениями, когда вовлекают преподавателей. Это достаточно продуктивно, потому что студенты сразу видно, как они оживают, как они именно хотят дать правильный вариант ответа, что, вау, мы разгадали загадку преподавателя. Да и в целом весь формат, который предлагается, даже уникальный формат заданий, я оценила по достоинству. Угадайте, что вас ждет дальше. Наверное, традиционная рубрика. Да. Наверное, вы смотрели предыдущие интервью. Конечно, такого грех не посмотреть, собственно. Блиц. Отвечать нужно будет быстро. Кратко, первое, что приходит вам в голову. Готовы? Да, конечно. Первый вопрос. Кто вас вдохновляет? Родители. Так. Книга или фильм, которые произвели на вас наибольшее впечатление? «Зеленая миля» или «Догмэн». Так, так, быстро. Качество, которое вы стремитесь в себе развить? Наверное, спокойствие. Спокойствие. Интересно. Ваша мечта или цель, которую вы хотели бы осуществить в ближайшие пять лет? Оно материальное, покупка машины. Так. Такой вопрос каверзный немного. Что бы вы выбрали? Освоить новый музыкальный инструмент или подняться на эльфрус? Ох, сложно. Наверное, новый музыкальный инструмент, потому что это зона ближайшего развития. Этим занимается все. Так, тогда дополнительный вопрос. Хорошо. Какой? Я пытаюсь играть на медику в этом мире. В общем, да, это интересно. Что выберете? Провести пять пар по грамматике подряд или написать три статьи за ночь? Пять пар по грамматике. Назовите топ-три места в мире, в которые вы хотели бы попасть. Испания, однозначно, Норвегия, это точно, и Австралия. Интересный выбор такой. Они свои причины, но блиц есть пицы. И последний вопрос. Имо, это? Это любовь. Это любовь, и это на всю жизнь, однозначно. Всегда в сердечке. Советно. Анастасия Игоревна, спасибо вам большое за интервью. Уверена, поклонники останутся под огромным впечатлением от того, какая на самом деле личность скрывается в Дамаске такого строгого преподавателя. По нашей доброй традиции попрошу вас сказать несколько слов для всех ребят, которые связаны с нашим институтом. Хорошо. Я желаю всем студентам уметь расслабляться и также качественно заниматься, то есть достичь баланса в этой сфере. Желаю вам хорошего настроения, легкой сессии и терпения. А новым абитуриентам желаю узнать нас изнутри. Приходите к нам, у нас очень много интересного. Мы сможем 100% вас заинтересовать, развить ваши навыки и умения. И до встречи. Дорогие мощники и гости нашего канала. Спасибо вам за просмотр этого интервью. Мы с удовольствием продолжим создавать контент специально для вас, а вы не скупитесь на комментарии и лайки. До скорых новых репортажей. Пока.